Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Сместного Зарбаба, и мы продолжаем проходить игру Resident Evil 3 Remake. Итак, а мы с вами пытаемся вместе с Джилл выбраться из города Раккун-Сити, нам нужно с вами найти пожарный гидрант и потушить пожар. Все это мы с вами знаем еще из демки, которую, в принципе, проходили и прохождение есть на канале, ссылочка будет в описании под видео, в принципе, она будет находиться в плейлисте с общим резидентом. Так, я так думаю, сначала давай мы сначала проедем с вами крышу. Сюда мы по-любому успеем вернуться. По-любому. Давай пока сюда. Так, сходим пока на крышу. Так. Отлично. Так, красную траву взяли. Так, это как раз с той стороны. Все правильно. Ну вот и все. Париться особо не будем. Порох. Ладно, хорошо. Порох тоже пригодится. Так, это как раз короткий путь сюда. Это мы все прекрасно знаем. Так, ничего здесь новенькое не положили? Да вроде нет. Ну, а если нет, то... Давай тогда вперед. Так, ну этот у нас струбешник не вставал, у нас там другой вставал. Но, на всякий случай проверим. Да, норма. Так, хорошо, у нас с вами здесь есть сейф. Я, правда, уже не помню, если честно, пароль. Дневник владельца аптеки. 24 августа. Новый тоник для волос от Амбрелла просто сметают с полок. Хотя неудивительно. Их продукты всегда работают на ура. Вот я и заказал большую партию. Уверенность окупилась буквально. Продажи растут и вырастут еще, когда все узнают. Поговариваю, что где-то случились беспорядки. Надо подумать, не купить ли сейф для пущей сохранности такой кучи денег. 2 сентября. Новый сейф идеален. Никто не знает код, даже моя дрожайшая женушка. Этот секрет я разделю только с королевой Аквакура. А она никогда не скажет его ворам. Это, в принципе, мы тоже знаем. Еще порох. Сразу давай тогда изготовим. Отлично. Так, ну давай, зомбарик. Где ты там лазишь? Вот он ты. Давай, точи его, точи. Отлично. На тебе. Хорош. Так, ну и кукла здесь была. Эх, жалко, не достану. Придется строить патрон. Привет, Чарли. Кукла называется Чарли. Окей. Так, еще патрошки. Замечательно. Опа. А тут никого уже нет. А в демке лежал трупешник. Так, это мы с вами вышли сюда. Так же, в принципе, могли выйти через магазин, правильно? Ну окей, ладно, спускаемся. Куда ты... Куда ты свои лапы тянешь? Куда ты свои лапы тянешь? Так, там еще двое. А вот этот товарищ встанет. Какой прыгун. Зараза. Укусил все-таки, а? Сдох. Так, у этих товарищей, по-моему, есть бочка. Отлично. Так, что у нас здесь? А, здесь у нас с вами есть пароль. Это я точно помню. Такой беспалевный, да, получается? Пароль. Так, еще по трошке. 9 налево, 3 направо, 7 налево. 9, 3, 7. Хорошо. 9, 3, 7. Опа. Раскакачный, по-моему, там, в принципе, и был. По-моему, он там, в принципе, и был. Так, стоп. Еще трава. Так, здесь что-то дело взорвалось. Но, по идее, здесь должен быть какой-то тайничок, я помню. Да, точно. Опа. А, зараза. Ну, куда ж ты? Лежи. Не вставай. Не хочу на них патроны свои тратить, блин. Мало ли. Все. Отлично. Фух. Так, еще порох. Что у нас там в итоге по состоянию? Пока состояние на внимание, да? Я думаю, давай-ка мы с тобой вот это вот сейчас объединим. И вот этот объединим. Да, потрошки на дробовик. Дробовик всегда пригодится. Так, здесь вроде как все, да? Судя по карте. Да, судя по карте, тут все. В аптеке, в принципе, тоже все. Так, туда пока не заходим. Нам для начала нужно найти болторез. Вот ты бляха-муха. Ну, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Хорош. Сразу троих. Да ладно, блин, пес. Он прям в текстуру упал. Так, ну я думаю, он больше не встанет. Не, это тоже не встанет. Еще порох. Так, а здесь тоже нужен, получается, болторез. Без болтореза никуда. Так, ладно, тогда я пойду проверю пароль. 937. Так, а болторез-то у нас где был-то? Так. 9. 3. Ай, блин, сбился. Давай еще разочек. 9. 3. 7. Отлично. И у нас здесь прицел. Окей. Сразу тогда давай комбинировать его. Потому что у меня места мало. Бистолет G19 с прицелом. Оружейный мастер получен достижение. Хорошо. Я пока не хочу применять лекарства, потому что, в принципе, пока особо не горит. Вот болторез бы найти. Было бы прям здорово. Но болтореза-то нигде нет. Получается, если брать болторез, то это нужно, получается, сюда идти. Да, болтореза-то нет. Так, и здесь я еще не был. Здесь были потрошки только. И, в принципе, и все, да? Да, в принципе, получается, и все. А в магазине... А, там этот есть. Да. Там ящик. Ну все, получается, нужен по-любому здесь сейчас болторез. Окей, пошли туда брать болторез. Без болтореза никуда. Так, подожди. А где же тогда я брал болторез-то? Ты встанешь? Ты, по-моему, у нас лежал. Да. Ты лежал. Хорошо. Тут другой есть, товарищ. Да что? Да, ты издеваешься. Угу. Пожарный шланг взяли. Опять-таки здесь ключ. Ручная граната. И еще порох. Но порох сейчас объединяем. Так, это тоже сейчас тогда объединяем. Ага, максимально. Так, ну тогда придется либо лекарство использовать, либо сейчас посмотрим. Записка работника метро. Беспорядки за несколько дней превратились в катастрофу. Пришлось купить дробовик. Вдруг совсем беда начнется. Запру его пока в оружейной стойке. Думаю, мародеры не доберутся. А пока поищу патроны где только смогу. Когда начнется, обрежу цепь. И вот он, голубчик. Молюсь, чтобы мы все выжили. Так, ну твой голубчик, наверное, будет моим. Только где мне сейчас болторез? Что-то я про болторез-то даже... Не помню, где я его брал-то. Да. Это я знаю. А где мне болторез-то взять? Где мне взять болторез? Так я вроде как все уже везде обошел, да? Болтореза я не видел. Вот интересный момент. Так, ну и вот теперь вопрос. Здоровяк-то появится сейчас или не появится? Потому что что-то болторез-то я не вижу. Давайте-ка, наверное, я сейчас лишнее все повыкладываю, сохранюсь. Мне-то надо будет сейчас взять еще гранату. Где-то взять, получается, болторез. Что-то как-то я его не нашел до сих пор. Так, выложим тогда тебя. Выложим тебя. Так, патроны для дровяка пока тоже выложу. Потому что в них пока особо нет смысла. Так, ну пока все и сохранюсь. Так, предположим. А где же надо мне реально брать болторез-то? Я его здесь на деньги не видел. Мне казалось... Ну да. Ну ладно, давай тогда зайдем. В принципе, я, получается, нашел... Пожарный гидрант. Возможно, кстати, его здесь и не будет. Он уже был только в демке. Это должно быть офис Миротоприлитена. Отлично. Так, ну здесь, в принципе, ничего не работает, да? ЖД, братьев Кайт, руководство. Безопасность на подземных железных дорогах. При прекращении подачи электричества система метро автоматически отключается. После восстановления подачи энергии укажите на панели управления станции, где поезд будет останавливаться, а также используемые пути. Если маршрут проложен с ошибкой и не отвечает требованиям безопасности, операция будет прервана. Хорошо, ладно. Так, опять-таки, вскрыть я не могу. Ну, в принципе, получается, что здесь все. Да, здесь все. Да ничего, понятное дело, что ничего. Ладно, тогда выходим. Дробовика нет. Значит, возможно, он сейчас и не появится, этот немезис. Ну, тогда я так пойду. Вот этим путем. Здесь я же все везде пособирал, правильно? Да, там я все собрал. Это я точно помню. Ну, тогда вернусь, у меня ж пожарный гидрант... А, пожарный гидрант у меня не с собой. Тогда подожди. Я что-то кассово выложил. А, я еще гранату забыл взять. Ну, ладно. Все равно вернемся по-любому туда. Без дробовика никуда. Отлично. Лучше так пойду. Это будет безопаснее всего. Вряд ли он будет здесь, правильно? Правильно. Но лучше, так сказать, перестраховаться. Так, ну, этот товарищ ничего сделать не сможет. Вот там, получается, что-то есть. Вот там. Что вон там? Восстановите питание с подстанции. Скорее всего, он появится тогда, когда мы будем уже возвращаться в метро. Это, в принципе, было бы логично. Да, вот как раз и болторез. Вот теперь понятно. Так, интересно, вот этим болторезом-то можно открыть? Так, возьму. Замки. По идее же, можно открыть? Кто здесь? Ну, я пока проверить не собираюсь. Уж извини. Уж извини. Не подходит. Ладно. Не подходит. Так, патронщик туда я выложу. Сохранюсь опять-таки. Отлично. Пойду сначала все везде с помощью болтореза пооткрываю. Это 100%. Так, здесь был магазин. Да, здесь был магазин-то точно помню. Так, еще одна шкатулка. Серьезно? Так, ну, давай даже сразу ее и посмотрим. Синий теперь. Синий камень. Искусственный сапир. Похоже, его можно куда-то вставить. Ну, опять-таки, скорее всего, туда, там, где у нас в метро. Значит, я должен таких еще два камня найти. Так, еще порох. Так, спрей. Блин, у меня нет места. У меня реально нет места. А мне надо сейчас место как раз чистить под этот... Под дробаш и под гранату. Так, в принципе, здесь получается, что все. Но, опять-таки, туда попасть я не могу. Здесь все равно пишется, что что-то есть. А вот... Ёб твою налево. В попу тебе. Напасть на меня не сможет? Да убейся ты уже. Сколько в тебя надо, блин. Все. Сдох. Вот, оказывается, что здесь было. Места нету, серьезно. Вот, блин. Ну, вот как раз, скорее всего, это и есть то, что... Красная область. Скорее всего, из-за этого. Ладно, тогда я предлагаю сейчас туда вернуться. Выложить сапфир. Подготовиться, в принципе, к... К заходу туда. За дробовиком. Так. Сапфир, понятное дело, хранить. Кстати, давай вот так вот сделаем. Порох достать. Объединить. Хранить. Так, у нас патронов для дробовика. Спрей пока тоже хранить. Ну, наверное, тогда возьму патроны для дробовика, правильно? Правильно, потому что там будет дробовик. Ну, и, наверное, использую... Смесь, чтобы сразу подлечиться. Во, отлично. И сохранюсь. Замечательно. Так, хорошо. В принципе, я готов вернуться. А, подожди, вернуться. Может, сначала питание подать? Не, ладно, не буду рисковать. Сначала все возьму, а потом уже попробую питание подать. Ну, и он нафиг. Где он сейчас появится, неизвестно же. В демке он был здесь. А где потом появится, неизвестно. В принципе, я уже тут везде все пособирал. Осталось, получается, вот себя. Использовать. Так, ну ты-то по-любому встанешь, я помню. Да, блин, я тут застрял. Оказывается, тут дверь, блин. Ну, давай, чувак, выходи. Ты же сможешь выйти, правильно? Не можешь? Ай, зараза. Короче, надо тебя убивать нахер. Пиздюк Иваныч. Сдохни, дрянь. Да вроде не встанет. Так, опять-таки, ну тут, скорее всего, кто-то есть. Давайте. Шустро, ребята, шустро, шустро, шустро. Один, два, третьего не вижу. О, отлично. До свидания. До свидания. Так, патрончики, это хорошо. Ручная граната. Замечательно. Только у меня не хватает теперь места для дробовика. Класс. Да куда ж ты отскакиваешь-то? Ну, допустим. Придется, наверное, использовать лекарство. Блин, три патрона. Вот что сделать? Раз, два, три. Отлично. Лекарства не хочу тратить. Оставлю на потом. Так, здесь все. Здесь все. Пойду заберу дробаш. И, в принципе, можно будет идти. Ну, заходи, ну. Так, а кукла здесь не видать. Кукла, по-моему, здесь была. Так. Отлично. Дробовик теперь у нас. На чем меня? Один это граната, два пистолет, три это дробовик. Хорошо. Так. В принципе, получается здесь все? Да, кроме этого ящика. Ну, вперед. А, ну, тут сейчас появится по-любому этот зомбарь. Ну, да. Замечательно. Замечательно. Так, пойдем, наверное, так, прямо. Заодно сразу сохранимся. Тут надо почаще сохраняться. А то, мало ли. Потом переигрывать моменты совсем не хочется. Лучше уж я сохранюсь. Так, можешь что-нибудь оставить? А что тут оставишь? Тут оставлять-то, в принципе, нечего. Гранаты вдруг пригодятся. Ладно. Ничего не буду. Пойдем. Мне как бы надо еще патроны взять. Так, правда, вряд ли я смогу их забрать. Опять-таки, скорее всего, наверное, не влезет, да? Да. Остался один из патронов. Ладно, хорошо. Оставим на потом. Как ни странно, да, но что-то прям патронов у нас хватает. Как-то я ожидал недостатка патронов, а тут все хватает. Да, все, отлично. Болторез уже не нужен. Я сразу, наверное, сейчас его сюда выброшу. Ну, пусть на хранение, да? Вы из UBCS? Ага. Папа, осторожней. Вот только не надо так меня смотреть, ладно? Тогда разберемся. Нет, 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 погоди! Какого черта? Он был заражен. Возможно, заражен. У вас, Старс, все-таки и тряпки. Не удивительно, что у вас так много полегло. А вы откуда? В UBCS? Убивайте своих же... Своих же? Он бы обратился. Где ваш инстинкт самосохранения? Возвращайтесь на станцию метро. Нам здесь сердобольная дамочка вроде вас не нужна. Ага. Так, может быть, мы сначала питание подадим, нет? Так, что у нас тут есть-то на карте? Здесь ничего. А вот это уже совсем новенькое. Новенькое и интересненькое. Куда он делся? Так, тут тупик, понятно. Так, ну и что, ты встанешь? Не, не встанет. Так, ну патрона мне... Четыре патрона. Не, пока брать не буду. Предсмертная записка UBCS. 28 сентября. Ближний Восток, Восточная Европа, Восточная Африка. Я думал, что знаю, что такое ад. Полагал, что не сломаюсь, чтобы мне не пришлось пережить. Но эта работа, она должна была быть легкой. Быстрые деньги. И я это заслужил. Все произошло внезапно. В нашем взводе было 30 ребят. У каждого не винтовка, а произведение искусства. Но всех нас положили меньше, чем за 48 часов. Я видел всякое дерьмо. И знаю, что дальше будет хуже. И если это только начало. Зовите меня трусом. Плевать. Другого выхода нет. Лишь бы мое тело не встало после того, как я нажму на курок. Так, ну тут осталось, получается, патроны. А куда он ушел-то? Записка электрика. Общественные генераторы предоставлены гильдией электриков Раккун-Сити. Отключения света продолжаются. И гильдия решила на временной основе расставить в городе несколько электрогенераторов. Их может использовать любой. Но помните, что они работают с высоким напряжением. Если генератор заклинит и в него попадут пули, любой человек, стоящий поблизости, может получить удар электрическим током. Дописано от руки. Ясно? Если генератор сыплет искрами, не подходите к нему. Не глупите. Безопасность превыше всего, как говорится. Если мы переживем этот бардак, я смогу продать кучу сломанных генераторов со скидкой. Так, ладно. Ох, сколько тут всего. Да ладно. Ты издеваешься? Да ты издеваешься, что ли? Я же хотел, блин, наш выбрать дробовик, блин. Понятно. И где я сохранился? Класс. Надо было сохраниться, конечно же, в этом месте. Так, все правильно. Все правильно. Сюда. Блин, вот черт. От чертова псы. Она еще у меня раненая, блин. Давай тогда лечись. Нафиг. Так, ну там зомбарей не было, по-моему, да, у нас? Поэтому чисто только дробовик. Сейчас пойдет в дело. Угу, хорош. Так, оставляем тебя здесь. Нажимаем сохраниться. Ну, вот как, в принципе, я и говорил, да? Надо сохраняться чаще. Убцист? Да, осторожно, осторожно. Давай, не смейся меня так, хорошо? Я не инфекция. Нет, 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 пожалуйста! Что за хрень? Он инфекция. Он может быть инфекция. О, старшко, мягко. Я вонюх, я вонюх, я вонюх. И что, ты? Убцист? 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 Так, все понятно. Патрончики взял. Дневник тренировок. Я это пропустил, кстати. 10 июля. 90 килограмм, 12 кругов. Пробежки по двору. Два повтора. Выкусить, тюрега. Амбрелла Корпорэшн только что взяли меня на работу. На работу! Походу, пожизненное заключение за убийство 20 насильников их не остановит. Я только за. Всяко лучше, чем просирать остаток жизни за решеткой. Надо привести себя в форму. 26 июля. 89 килограмм. Пробежка 20 километров. Три повтора. Стрельба в цель с 350 метров. Пять промахов. Вчера откликнулся и отправился в тренировочный лагерь UBCS. Стрелял там впервые за два года. Промазал по неподвижной мишени с 350 метров на 10 сантиметров. Небывалая хрень. Я будто все забыл. Пофиг. Меткость вернется. Вот увидите. 15 августа. 86 килограмм. Пробежка 30 километров. Три повтора. Стрельба в цель с 550 метров. Два промаха. Ладно. Кучность стрельбы дошла до 7 сантиметров. Приятно, приятно. После обеда мне устроили первый учебный бой. Капитан и остальные нормальные пацаны. А в бою просто звери. Но этот псих Николай. Отморозок конченный. Он закрыл со мной от пуль ради пары дополнительных очков. 25 сентября. 82 килограмма. Пробежка 30 километров. Четыре повтора. Стрельба в цель с 550 метров без промахов. Мерфи вернулся. Больше никаких промахов. Завтра отправляюсь на первую миссию. Подавлять беспорядки в Ракун-Сити. Джимми бы это понравилось. Братишка всегда рвался. Помогает людям, пока эта уличная сволочь не отобрала его у меня. Моя очередь творить добро. Так как я лучше всего умею. Так, ну окей. Так, дробаш взяли. В принципе готовы. Так, ну это мы все почитали с вами. Еще в прошлый раз. Поэтому. Пошли. Готовиться к этим псинам. Ну давай, 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 давай. Два в одном, серьезно? С одного выстрела? Жестко. Так, ну вы-то вырветесь, нет? Фиг знает вдруг вырваться еще. Но песиков мы уже повстречали. Песиков повстречали. Что у нас здесь? Ну там патроны остались, понятно. Мне туда. А здесь еще есть. Ага. Что это? Порох, хорошо. Ах ты, зараза. Сдохни. Сдохни. На, режь его, кромсай. Все, сдох. Так, а ты? Ты серьезно? Ты еще встала бы? Вот дрянь. Так, перезаряжаемся. Так, два шкафчика есть. Даже три. Пусто. Порох, хорошо. Объединить. Так, подожди. Объединить. Отлично. Так, а что у нас? Подожди, подожди, подожди. Даже вот это вот надо тоже объединить. О, и два места, в принципе, есть. Куда же он тогда делся-то? Почему его где-нибудь не видать-то? Ага, трава. Ну возьмем на всякий пожарный. Это что еще за фигня? Ну, по-моему, с первого раза это не заработает. Ну да, тут даже есть место для сохранения. Подожди, это что? Набедренная сумка. О, это расширяет мой инвентарь. Это круто. Это круто, только вот это вот я сейчас выложу. Хранить. Замечательно. Так, что тут еще есть? Записулька. Факс от начальника подстанции. Всем сотрудникам в связи с участившимися вспышками эпидемии принято решение отключить подачу электроэнергии. Когда ситуация вновь окажется под контролем, необходимо оперативно включить 4 рубильника. Затем в комнате управления включить главный рубильник, чтобы вернуть подачу энергии. Понятно. Нас, в принципе, научили, как... подать питание. Так, еще что-нибудь есть? Здесь, в принципе, ничего, получается, нет, да? Ага. Окей, тогда, в общем, сохраняемся и продолжим с вами, друзья, уже в следующей серии. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.